Всем приветики, друзья! Сегодня, короче, я решила прогуляться на Парк Культуровой Пеции. Я, короче, не была здесь, наверное, лет 10. Лет 10 точно. А может, 7. Короче, последний раз я была здесь, наверное, в 16-м году. Вот, хочу сейчас прогулять немножко. Погода просто вообще супер в Москве, супер, 25 градусов, жара. Я в футболке и вообще в юбке в короткой, потому что на улице просто, ну, лето. Лето. Это 23 сентября. И жара еще такая. Просто здорово. Сейчас подошла к главному входу Парка Культуры. Сейчас покажу вам, как выглядит вход. Ребят, здорово. Какая красота. Какие они огромные. В ходе. Буквы Горький написано. Все, ходим в парк. Блин, значит, такая музыка тут приятная. Вау. Это просто потрясающе. Ребят, вообще крутяк какой. Тут, наверное, ничего не видно сейчас на камере, потому что солнышко отсвечивает. Блин, как вообще здорово. Как красиво. Как тепло. Блин, тепло. Даже не верится, что просто уже конец сентября. Просто не верится. Это 23 сентября. И такая погода просто шикарная. Это настоящий подарок. Да, ошкарная, да? Блин, какая красота. Это что, шиповник? Пашти, это что? Это шиповник, да? Какие-то красивые. Вот кустики идеально подстрижены. Смотрите, как тут даже проглядывается какой-то рисунок. Как вот интересно это делали. Как интересно, как садовник. Ну, это и есть какая-то штука. Она электрическая, она живую, она выпиливает. Ребята, я заметила в инстаграме, часто фотографируются вот на этой площадке. Как раз на фоне фонтан. Отличный вазон. Вазон? Вазон. Так, отсвечивает немножко. Вот сейчас солнышко. Смотрите, как круто. Ребята, отсвечивает немножко. Вау, нифига себе. Посмотрите, как интересно сделан этот фонтан. То есть, он прям вровень практически с вот этим деревянным променадом. Вот сам фонтан. Скорее всего, будет немножко отсвечивать. И посмотрите, он просто так... Нет вот такие бордюры. И вот, то есть, можно шагнуть и прям вот в этот фонтан сразу пойти купаться. Интересно, когда птица какая-то. Интересно, когда в Москве жара. А, и утки еще. Так, сам фонтан покажу. Издалека он выглядит просто очень интересно. И вблизи, вот прям вровень аж. Как, ребята, мы сейчас с правой стороны обойдем. Я просто, если честно, не знаю подойти. Так, обойдем с правой стороны. Да, тут прикольно есть тут палатчики. С горячей кукурузой. Короче, мы свернули направо. И сейчас направляемся к набережной. Вот. Народа там полного. Ребята, столько народу. Мы-то шли сюда просто, я не знаю, целая толпа. Как будто вся Москва пошла на парк Горького гулять. Уже вижу, кстати, вдали там какой-то речной трамвайчик. Сейчас поближе подойдем. Немного отсвечивает солнце. Сори. Так, мы подошли к такой локации. Здесь есть аттракционы. Не видела никогда здесь такого. Тут раньше Бурак. Да? Который сейчас на ВДНК. А. Давайте-ка зайдем. Так. Серьезно? Интересно. Какая-то фестивальная площадка. Слушайте, как в Корее, в Диснейленде. Как в Сеуле. Нифига себе. Хочешь, что еще один? Да? Там сосиски, да? Да. Слушай, шикарно, да? Круто. Да. Он сказал, что здесь дорожечек. Вот так. Смотри, сколько здесь снорова. Это просто как где пельмени. Я не могу. Все, это конец. Я тебе покажу. Так вкусно пахнет. Ну, нужно отличать. Очень много народу. Очень. И, кстати, вот чем-то прям локация напоминает. Реально. В Диснейленде в Корее. В Сеуле. Только здесь поуже. Как для вот пространства. Пространство. Вот эти вот домики очень похожи. Прям круто какая-то тематическая. Идем, идем так. Здесь море еды просто вообще. Очень красиво сделаны домики. В каком-то тематическом, в таком стиле. В каком стиле, точно не назову. В каком-то что-то типа сказочного каком-то стиле. До конца. Сколько мы уже идем? Так, мы наконец-то вроде дошли до конца. И наконец-то выходим к набережной. Видняется вот Крымский мост. Я все не найду время пофотографироваться там. Друзья, ну большая вот эта вот, не знаю, фестивальная площадка. Или как это назвать, фудкорт такой. В тематическом стиле. Немаленький. Так, ну все. Мы возле набережной. Здесь велодорожки. И сейчас, аккуратней. Сейчас уже прогуляемся вдоль набережной. С обратной стороны идем. Набережную немножко сейчас отсвечивает солнце. Сейчас немножко пройду. И возможно что-то покажу вам. Кстати, не показала. Здесь есть карусель. На многих фестивальных площадках есть, кстати, карусель. Вот где мы были. В общем, карусель есть еще как раз на фестивальной площадке Японии. В Куркино. Вот там тоже есть карусель. И каких-то еще. На каких еще фестивальных площадках мы видели вот этот карусель пошли? Не помнишь? Нет, не помню. Ну, на Красную площадку. Слушай, а вот этот замок, где вот был это, Щелковская, куда мы ездили? Замок вот этот вот. Помнишь? Ну, не Щелковская, как он? Новокосино. А, Новокосино. Нет, замок, который был этот, Голицыно или как он? Ну, Голицыно, но там же был замок, но он закрыт был, когда были. Да, вот мы ходили, когда ездили в классный замок, замок Голицкого или Гальянова. А, Гальянова. Замок Гальянова, вот. Там тоже есть тоже карусель, по-моему, на территории есть, но он постоянно закрыт. То есть вот эти вот фестивальные площадки от компании Московские сезоны, ну, от Московских сезонов, они работают и открыты в основном по городским праздникам. Такие, как майские праздники, новогодние праздники. То есть вот на таких вот основных городских праздниках эти площадки работают полностью. Мы уже подошли к набережной. О, блин. Класс. Паштет, они стоят вот на этот, на фиолетовой, да, вот этот вот теплоход. Ой, теплоход, как он, трамвайчик, да? Ну, они сидят. Не, я поняла, вот эта очередь. Так, схема маршрута. Ничего не поняла, мы где находимся? Паштет. Вот так доходит. Так. И докуда мы можем доехать? А, типа фиолетовый, он сюда едет, да? А, не по цветам, да? Ну, видишь, как, здесь вот, вот он, название маршрута. Вот, пятый, центральный, да, который сейчас уехал? Центральный, нет, это, ну, это просто теплоход такой же, он вообще мимо пробок. А, тут видишь, как-то сердце столит, на рамуш, туда, западную, в сторону тушен, а вот это вот. Отсюда вот как раз происходит посадка на вот эти вот речные трамвайчики Рэдисон, Рэдисон Роял. Народ вон ждет. Блин, не успела заснять фиолетовый, по-моему, который уехал. Слышите, здорово. Сейчас он будет парковаться, или как это называется. Поправьте меня. В следующую очередь уже народ ждет. Сейчас. Эти выйдут, а те вот зайдут. А, ребят, смотрите, да, стоимость билета. Ну, это Рэдисон Рояль. А, 800 рублей взрослый и 600 рублей детский. Рэдисон Роял. Хоть покажите-то, как он выглядит, Рэдисон Роял. Ребят, я в этом году вообще не покаталась на речных всяких трамвайчиках. Хотя, не было никаких препятствий к этому. Не знаю, у меня друзья уже просто обкатались за это лето на трамвайчиках везде. Вот, я что-то тупанула, и как-то не было времени. Какие-то кафешки тут. Вау, нифига себе. Самовар даже огромный какой-то. Какой прикольный. Паштет. Самовар. Сто лет не видела. Ребят, это, короче, ресторан. Рестопаркинг. Тут, короче, бургерное. Блин, уже давно он открылся. Я уже все давно собиралась сходить в него. Вот, тематически такое заведение. Слушайте, ребят, смотри, как круто. Можно, короче, поесть тут в машине. То есть, можно заказать себе бургеры и там столик такой классный в машине. Можно покушать бургеры прямо в машине. Ну, как же, как я собрал. Да? Да. Слушай, здорово. Она одна единственная или еще тут есть какие-то? Не знаю. Нет, они, ну вот вон кабину. А, да? Ну, давай просто зайдем. Слушайте, ну, больше такого ничего тематического. Вот. Вижу только кабину от машины. Слушайте, как интересно. Слушайте, очень круто. Паштет, прикольно. А там что пиво? Ну, а тут уже вот такие вот сидения. Смотрите, тоже интересно. Короче, ребят, тут вообще их так много, что просто капец. Даже корейский трепут есть. Опять машина. Так, ребят, корейский стрит-фуд. Сырная монетка. Сырная монетка. Так, отсюда я не могу разглядеть, что там можно поесть. Женая карамель. Что-то... Какие-то фут-доги. Друзья, мне очень понравилось. Вот этих вот фургончиков, где продаются бургеры. Здесь просто очень много. Очень. Цветочки тут разные. Это что, алоэ? Вау. Смотри, какой контраст. Тут красные и белые. Паштит, а почему они белые? Это их покрасили или это такие цветы? Нет, цветы, естественно, не так. Цвет? Смотри, вон там, посмотри. Да. Сейчас. Вау. Нифига себе. Как круто. И фиолетовые, смотри, есть такие растения. Это прям такие растения, да, фиолетовые? А вот это белые, это прям вот... Не крашеные они? Ты думаешь, кто-то будет приходить и красить листья? Не пожелтел. Сейчас, ладно. Так, сейчас пройдёмся тут. Слушайте, ну прям море цветов. Так оригинально сделали, что прям на контрасте. Здесь, например, красные цветы, жёлтые. Ой, смотри, какие, Паш. Паш, 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 смотри. Офигеть, вообще, просто смотри. Это такие цветы, это фиолетовые они и здесь жёлтые, да? Да. Сами бутоны, да, жёлтые? Первый раз вижу такие растения. Слушай, первый раз. Необычно очень. Так, а здесь какая красота тоже. Слушайте, похоже на... Знаете, на что похоже? На хлопок. И опять вот эти вот... По бокам такие вот синеватые, белосиние растения. Паш, те, они точно не крашеные? А ты посмотри, там веточки какие-то. Или это веточки этих растений? Вот. Они белые. Это веточки этих растений или это покрашенные? Покрашенные всё-таки. Слушайте, что там... Я в цветах не селёк. Выставку сюда ходили. Ну да. Слушайте, это и этот гараж. А, там, наверное, что-то привыкло. Уже начинает немного темнеть. Шесть вечера. Вот. Сейчас мы хотим дойти до озера с лебедями. Так что, ребята, уже немножко темнеет. Поэтому не знаю, как будет выглядеть картинка. Вот. Мы постараемся сейчас вот подойти. Как раз поснимать озеро. Смотрите, какое дерево. Прям уже... Листочки уже окрашены от жёлтого до оранжевого цвета. Супер. Что это, паштет? Клюем. Нет, а вот там вдали. Не знаю. В ресторан. А, да. Так, ну здесь на катамаранчиках катаются. Лебедей не вижу. А были, да? Да. Именно лебеди были или утки? Лебеди. Ну там утки только вижу, уток. Так, ещё одна локация. Какой-то интересный скверик. Слушайте, тут такой песок или что это? Я даже не знаю, что это такое, паштет. Насыпь, да, такой красный? Так, тут такая скульптура посреди вот этого цветочного. Цветочной клумбы. Тоже опять интересно. Мне вот нравится, знаешь, что, паштет? Мне нравится то, что вот здесь вот эти вот фиолетовые цветы. Это прям реально такие фиолетовые растения, да? Да. Такие интересные тут стулья. Так, ну лебедей мы не увидели. Хотя, по сути, они там были всегда. Вот не знаю, либо уже поздно, они уже спят, эти лебеди. Либо их туда не запускают из-за того, что там теперь катаются на катамаранах. Ну, паштет подсказывает, что они там были и с катамаранами, эти лебеди. Вот. А мы сейчас уже идём к выходу. И чуть-чуть, чуть-чуть стемнело. Я смотрю, что тот фонтан, который я снимала вначале, он уже начал с подсветкой уже. Включили подсветочку такую небольшую. Народ просто любуется красивым фонтаном. Вот такой вот он высокий. И здесь есть ещё подсветка красивая. И музыка. Немного классики. И музыка. И музыка. И музыка. Вот такая вот красотища. Музыка уже не играет. Настроение очень поднимает. Такой фонтанчик красивый. Вот так вот выглядит вечерний потолок. Супер. Хочу вам сказать такой интересный факт. Раньше вход в парк Горького был платный. Я помню, мы ходили с родителями сюда в 90-х. Не помню, какой год был. 94-й или 95-й. В общем, здесь были аттракционы. Аттракционы. И называлось это Чудо-Град. Ребята, кто вообще помнит такое время, когда был вход сюда платный. И считалось сходить сюда. Это, ну, то есть, дорогого стоило. Потому что билеты стоили недёшево. Вот. Я помню, как мы сходили сюда. Купили два билета. В одном билете можно было покататься тогда на 12 аттракционов. Вот. И мы купили два таких билета. То есть, у нас вышло 24 аттракциона. Блин, я помню, что мы потом ходили и продавали этот билет, потому что он стоил тогда безнословных денег. Потому что мы уже накатались, уже всё, уже неохота было. Уже насытились всем. И остался у нас один билет вот этот. И мы потом ходили возле входа и пытались его уже просто продать. Ну, это вообще такое время было. Всё очень изменилось. Парк очень изменился, конечно. Супер получилась прогулочка, ребят. Всё. Всем спасибо за просмотр. Всё. Всем пока.